Дошло до того, что уже сами осужденные для освобождения стали думать о своем будущем. Хотелось бы, конечно, чтобы об этом больше задумывалось государство. Но тем не менее, у нас появилась такая организация, и сегодня по плану работы мы бы хотели подписать соглашение. Здесь присутствует генеральный директор этой организации, Азад Галимзианович Гринудинов. И совместно с Федеральной службой исполнения наказаний подготовлено два соглашения. Здесь предмет правообязанности сторон. Все полностью изложено. Я надеюсь, что сотрудничество у нас будет плодотворным, долгим. И должен сказать, что и этой организации надо проявить активность. Это, я считаю, определенный аванс для ОНО ЦРА на то, чтобы нацелить своих подопечных на то, чтобы, в первую очередь, конечно, на предотвращение рецидивной преступности. Это основная задача. И Федеральной службы исполнения наказаний, входящей в структуру правообязанных органов. И я думаю, вот это благое начинание, которое задумала эта организация, ОНО ЦРА послужит хорошим подспорьем в этой важной для всех нас, для России, для Татарстана работе. В первые за десятилетия во всех регионах страны отмечен значительный рост преступности. Эта тенденция не может не отразиться и на уровне исполнительной системы Татарстана. Ну, в Татарстане уже, наверное, тоже слышали, значит, рост составил более 16% в системе охранники изменения. В связи с реализацией концепции реформирования оболонной исполнительной системы и указаний. В Симой Оси в прошедшем году была ликвидирована казанская воспитательная колония. Отныне на совершение преступники отбывает наказание в Перми. На базе упраздненного учреждения в скором времени будет на колонии поселения для содержания мужчин и женщин с имитом 300 человек. Целью духовно-нравственного просвещения ослуженных в строительных учреждениях функционирует достаточное количество религиозных помещений. Процесс вывода веющих небольших и малоприспособленных молитвенных комнат, добротное религиозное помещение в исправительных учреждениях республики начался еще в 2003 году и он завершился на несколько лет назад. Для организации духовно-нравственного воспитания за каждым учреждением закреплены священные учреждения в соответствии с соглашениями, заключенными с руководством традиционных конфессий. Впервые в России в декабре 2015 года на базе Российского исламовского института проведены курсы повышения квалификации для представителей Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Работа ислама в системе в силу. Хочется сказать спасибо членам коллектива Казанского федерального университета за обучение сотрудников по новой исламоведении. В Институте международных отношений с Казанским университетом всего за два года работы, курсов, дипломы получили более 150 человек. Весной прошлого года представители Совета при Президент России по развитию гражданского общества и правом человека во главе Советника Президента Федорта Михайловича посетили К-2, СИЗО-2. Было отмечено, что в учреждении Татарстана вопросы материально-дотового обеспечения спецконтингента заметно опережают в другие регионы. Представители Республиканской общественной наблюдательной комиссии в течение 15-го года посетили учреждения более 100 раз. Более половины из них приходится в следственный изолятор номер 1 и номер 2. Считаю, что в данном этапе отношения с ОНК достигли грунта и плодборного сотрудничества. Это положительно. Важное место в процессе подготовки к освобождению и в дальнейшем социализации обводится профессиональным обучением, трудовому воспитанию и паспортизацией. Необходимо отметить, что 2015 год стал переломным в сфере налаживания с республиканским структурно-конструктивного взаимодействия, цель которого поддержка производственного сектора воронно-исполнительной системы. Большая благодарность нашему президенту, премьер-министру, за оказанную помощь и внимание. В июне прошлого года на базе второй исправительной колонии было проведено совещание под представителем нашего президента, своего шима, руководителя министерства, ведомства республики. Высокая нацеленность и гражданство полиции всем по республике Татарстан на судьбу осужденных после их освобождения сделал нас инициаторами ряда начинаний, связанных с ресоциализацией, по-другому можно назвать, апробацией наших подчиненных. Хотя это подопечных, хотя эта работа не входит в нашу компетенцию, тем не менее работу мы намерены делать и продолжать и в дальнейшем. Нас не может не беспокоить и дальнейшую жизнь освобожденных из несрешения свободы, которые стали посещать церкви, мечети, находясь в исправительных учреждениях. Мы задумали организовать своеобразный мариторик этих лиц. Первоначальные данные не могут не радовать процент рецидива среди этой категории граждан, минимальный, что в свою очередь нацеливает усинтрость пунктарства на активно взаимодействовать, и РПЦ и ДУН уверен, что сотрудничество в дальнейшем принесет свои положительные плоды. Дальнейшую нашу работу с вами вижу в более масштабном участии ДУН и РПЦ в других и других конфессиях по разъяснению верующим осужденным, а их достаточно много, основ ислама, православия и так далее. Налаживание связей с освобожденным из несрешения свободы, поддержке, помощи, предустройстве, восстановлении отношений с семей, обществе. Задача одна, чтобы освобожденный не вернулся в места лишения свободы, нашел себя в обществе и стал полноценным гражданином. Снижение рецидива преступлений будет результатом совместной работы. Но мои последние анализы говорят о том, что рецидив с решением преступлений довольно-таки высокий. Мы говорим о том, что он составляет более 60%. Если бы мы правильно, на мой взгляд, организовали работу, все вместе занимались этим проблемой, результат, конечно, не сразу скажется, а со временем, я думаю, мы в обязательном порядке результат увидим. Продолжение следует...